Ну а тем временем объем финансирования дорожной отрасли республики в этом году составил чуть больше 20 миллиардов рублей. И этой суммы на федеральные дороги направили свыше 14 миллиардов. По информации Минтранса, приоритетным направлением на ближайшие 4 года является доведение автодороги Лена до третьей технической категории с капитальным типом покрытия. А вот в Якутске за последние 5 лет отремонтировали 72 километра дорог. Это позволило разгрузить транспортный поток не только внутри города, но и на окраинах. С наступлением осени строительный сезон завершается и ставятся новые задачи по улучшению дорожной сети города. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Как оцениваете состояние дорог в Якутске? Дорога удовлетворительная. Во многих местах, конечно, есть плохие места, но все-таки стараются. Здесь умеренная, так сказать. Не очень. По улусам вообще плохо. Очень радует то, что сейчас делают дороги все-таки, да? Очень радует. В этом году в Якутске на ремонт и строительство дорог из городского и республиканского бюджета было выделено порядка 800 миллионов рублей. В текущем году выбрали 13 объектов. Среди них улицы Чернышевского, Черяева, Петра Алексеева, подъездная дорога к медцентру, круговая на пересечении Кальвица, Жарницкого, Свердлова и Пирогова. Сегодня из 13 дорог незавершенными остаются пять. В частности, обездное шоссе. Как мы все помним, оно начинается со вторынка. Здесь машины всегда стояли на обочине дороги, а пешеходам приходилось идти по проезжей части. Это создавало аварийную ситуацию. Как мы и сейчас видим, эта дорога увеличена из двухполосных в четырехполосную. Также там, на пересечении улицы Жарницкого, Обездного и Хатынурягского шоссе, планируется круговая развязка. В настоящее время на всех участках работают 80 человек. Ремонт и строительство, а также обустройство прилегающей территории, освещения и тротуаров будут завершены до 30 октября. Как сообщили в Управлении дорог Ягутска, сегодня уже сформирован план на будущий год. В следующем году у нас будет отремонтирована Петра Алексеева. Второй этап – это от Пирогова до Семена Данилова. Жарницкого – это участок от строителей до улицы Пирогова и улица Чайковского. Это вот три больших примера. Вообще сейчас сформирован план ремонта на ближайшие пять лет. Общая протяженность и ремонтируемое покрытие составит примерно 95 километров. По статистике ГИБДД, чем лучше дороги, тем больше нарушений правил дорожного движения. Поэтому в Ягутске одной из приоритетных задач является установка камер фото и видеофиксации. В этом году на опасных перекрестках и скоростных трассах заработают еще 10 комплексов. Из них пять – на пересечении улиц Дзержинского-Кальвица, Дзержинского-Строителей, Дзержинского-Лермонтова, Лермонтова-Петра Алексеева и Лермонтова-Кирова. В данном участке, с 2014 по 2015 год, в этом участке погиб один человек и ранено более 10 человек именно в этом Кирово-Лермонтове. Не случайно это выбраны данные участки, потому что все участки мы именно выбираем из анализа концентрации ДТП. Автоматизированные камеры будут работать по аналогу камер на перекрестке Аюнского и Петровского. Они будут фиксировать нарушения, если водитель не остановится на стоп-линии, не уступит дорогу пешеходу на специальном переходе и проедет на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого, по этим камерам будут выявлять автомашины, находящиеся в розыске. Еще пять камер до конца года появятся на скоростных прямолинейных трассах. Скоростной режим будет контролироваться на улице Автодорожная, Покровский тракт, улице Чернышевского и автострада 50 лет октября. Первую камеру установят на Вилюйском тракте. Первая камера именно в Вилюйском тракте, где около управления ГАИ будет стоять, будет именно в этом столбе, где круговое движение будет, вторая камера будет. И при прохождении транспортного средства будет рассчитываться время прохождения транспортного средства и расстояние. И, соответственно, у нас выходит скорость транспортного средства. Всего до 2022 года по всей республике камерами видео и фотофиксации будет охвачено 67 участков, из которых 37 будут в Якутске. Также основное внимание будет уделено федеральным дорогам, где установят передвижные и стационарные комплексы. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, Максим Ростовцев, Евгений Рязанский. Якутия день за днем.